МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Танцпул которого украсили хвостом сбитого украинского самолета. Постояли также в километровых очередях за бензином и попали на урок истории в Донецкой школе. Вы знаете, что позывной у него был? Какой дети? Какой? Кто? Моторола, правильно. Как русский мир словно машина времени отбросил жителей оккупации на 30 лет назад? И устраивает ли такая жизнь те, кто полтора года назад с хлебом и солью встречал боевиков? Смотрим в эксклюзивном репортаже секретных материалов. Одна, две, восемь, тридцать две, пятьдесят шесть, восемьдесят семь, сто пять, сто двадцать две. Это очередь за топливом, которая растянулась на несколько километров. Бензиновый апокалипсис зафиксирован на въезде в Янакиево, родине сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича. Все города Донецкой Народной Республики возвратились на 30 лет назад. В Савок, в эпоху генсеков, живущих на широкую ногу, и простых людей, стоящих часами в очередях. Тут скоро реально будет окно Майорских. В очередь. Секретные материалы продолжают рассказывать о жизни в оккупированных боевиками городах. Мы побывали в Горловском ночном клубе, где посреди танцевального зала установлен хвост сбитого украинского штурмовика. Правда, герб незалежный, на трофее сотрудники заведения специально заклеивают. Померзли в очередях в обменный пункт. Стоим возле ЦУМа, курс 2,5, попытаемся еще что-то поменять. И узнали, о каких героях рассказывают учителя детям в донецких школах. Начал свой боевой путь в Славянске. Прошу боевой путь от рядового бойца до командира механизированного батальона в Сомали. У кого нет проблем с топливом в республике, так это у ее главы Александра Захарченко. Вот с таким кортежем он приехал в разрушенное его же боевиками Дебальцево. Местным жителям оставалось только охать и ахать при виде элитных внедорожников на фоне бездорожья и разрушенных домов. И если Дебальцево – город доживающих свой век стариков, то в расположенную неподалеку Горловку частично возвращаются горожане. Дом, город выходишь днем, там пусто. Вот где вы проезжали, мимо Пассажа, мимо УВД, там было пусто практически. Вечером вообще не живой души. Сейчас народ начал возвращаться. Здесь даже открылся ночной клуб для молодежи под названием «Бермуды». Отправляемся на пятничное пати. Школьный автобус, ранее возивших детей на учебу, в ДНРовской Горловке назвали пати-басом. И теперь его пассажиров отвозят на «Бермуды», где можно выпить и потанцевать. Этот клуб принадлежит так называемому депутату ДНР Юрию Крикуленко. В городе известен как «Беня». Как видите, я на работе, на комиссии, в парламенте. В принадлежащем ему клубе додумались посреди танцевального зала установить часть сбитого украинского самолета и похвастаться этим перед российскими журналистами. В клубе есть даже хвост сбитого украинского штурмовика. Год назад его сюда принесли ополченцы. Правда, герб незалежный, на трофее сотрудники заведения специально заклеивают. Танцы на «Бермудах» начинаются с 7 вечера и до начала комендантского часа. 22.00. Затем пьяную молодежь на этом же пати-басе развозят по домам. Оплата на баре только в российских рублях. В целом, во всех торговых точках Горловки цены в российских рублях. Чтобы обменять гривны на рубли, надо простоять в очереди. Власти ДНР разогнали, менял, а под своей крышей открыли единственный в городе обменный пункт. Возле центрального универмага. Стоим возле суммы, курс 2,5. Попытаемся еще что-то поменять. Вот такая очередь. Не за продуктами и не за лекарствами, а в обменник. Пройдясь по центральному проспекту, убеждаемся, что многие магазины по-прежнему закрыты. Входные двери в банковские учреждения заколочены фанерой. Даже в Сбербанк России. На следующей неделе мы покажем эксклюзивные съемки из оккупированного Донецка. Города, где в учебных заведениях преподаватели заставляют изучать биографии Захарченко, Гиви и Моторова. Вы знаете, что позывной у него был. Какой, дети? Какой? Кто? Моторова, правильно. Павлов проявлял себя с самой лучшей стороны. Грамотно планируя боевые операции, наносит огромный ущерб противнику. Продолжение следует...